На внеочередном заседании законодательного собрания парламентарии приняли ряд законов, связанных с управлением имущественным комплексом, а также назначили новую дату выборов. В числе первых вопросов на повестке значилось назначение выборов депутатов законодательного собрания следующего шестого созыва. Согласно законодательству, с датой выборов нужно определиться не менее чем за 100 дней до единого дня голосования. Далеко ходить не стали, единогласно решили остановиться на первом воскресенье сентября. Выборы законодательного собрания совпадают с огромным количеством выборов в муниципалитетах. И мы будем выбирать порядка полутора тысяч депутатов муниципального уровня. Это районные депутаты, это поселковые депутаты, это полностью муниципальные выборы в Димитровграде. И это, конечно, все даст достаточно большую активность и кандидатов от различных партий, самовыдвиженцев и, конечно, населения. Предвыборная кампания стартует с 8 июня, со дня опубликования решения. Ульяновцы смогут проголосовать за кандидатов по месту нахождения, как и на выборах главы государства. Выборы депутатов законодательного собрания предполагают избрание части депутатов, а именно половины, 18 депутатов по одномандатным избирательным округам, а вторая половина избирается по партийным спискам. Внесены изменения в закон о налоговых ставках на игорный бизнес. В перечине объектов налогообложения включены тотализаторы и букмекерские конторы. За прошлый год объем начисленного налога на игорный бизнес составил 4,5 миллиона рублей. Парламентарии внесли изменения в программу управления государственной собственностью. Акции компании «Средняя Волга» безвозмездно переданы в собственность Ульяновской области. Причина – отсутствие финансово-хозяйственной деятельности данного акционерного общества. Анна Тищенко, Константин Никитин. Новости Ульянской правды.